Здравствуйте! С вами Ари Каган в эфире городские новости Нью-Йорка. Сводки с фронта борьбы с коронавирусной эпидемией. По данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, за 30 июля в госпиталях штата находились 699 пациентов с диагнозом COVID-19. 2,4% тестов на COVID-19 в этот день вернулись с позитивными результатами. Это самый высокий показатель за последние три месяца. Три жителя штата Нью-Йорк ушли из жизни из-за коронавируса 30 июля. И 30 июля в пятницу было зарегистрировано 3050 новых случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк. Опять же самый высокий показатель за последние три месяца. На этой неделе ожидаются решения мэра и губернатора по поводу обязательного ношения масок и лицевых покрытий внутри помещений. Пока мэр и губернатор колебались и внимательно следили за ситуацией с коронавирусной эпидемией. Гораздо активнее власти призывают и действуют для увеличения числа нью-йоркцев, прошедших вакцинацию от COVID-19. На сегодняшний день почти 99% всех новых госпитализаций с диагнозом коронавирус среди нью-йоркцев, не прошедших вакцинацию. При этом вакцины компании Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson сейчас доступны для всех нью-йоркцев в возрасте старше 12 лет. И кроме того, эти прививки абсолютно бесплатные. С сегодняшнего дня все работники системы здравоохранения города Нью-Йорка обязаны либо предъявить доказательства вакцинации от COVID-19, либо представить доказательства негативных результатов тестов на коронавирус, иначе они не будут допущены к работе. С 13 сентября аналогичные правила вступают в силу для всех муниципальных и штатных сотрудников, а с 6 сентября для всех федеральных служащих. Частный же сектор экономики принимает решения самостоятельно. Например, авиакомпании и ряд банков тоже уже объявили, что будут требовать от своих работников пройти вакцинацию прививками компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Ежедневно в штате Нью-Йорк сейчас делают эти жизненно важные прививки. 42 200 прививок в день происходит. Уже более 75% нью-йоркцев в возрасте 18 лет прошли вакцинацию. Самый низкий уровень вакцинации сейчас в городе на Стэтен-Айленде и в Южном Бруклине. На этой неделе ожидается голосование в Сенате США за двухпартийный законопроект по модернизации устаревшей инфраструктуры американских городов и штатов. Мостов, дорог, тоннелей, водохранилищ, системы общественного транспорта, развитие скоростного интернета. Общая стоимость предлагаемого законопроекта 1 триллион 200 миллиардов долларов. Его поддерживает президент США Джозеф Байден и более 60 сенаторов. Если этот законопроект будет принят и Сенатом США, и Палатой представителей подписан президентом, то это не только поможет обновлению устаревшей инфраструктуры, в частности города Нью-Йорка, но и создаст здесь тысячи новых рабочих мест, а также укрепит нью-йоркскую экономику, так как это будут целевые крупные инвестиции в важные проекты долгосрочного характера. С сегодняшнего дня истек срок действия федерального моратория на выселение из квартир за неуплату арендной стоимости жилья в период коронавирусной эпидемии. Суды штата Нью-Йорк имеют право с сегодняшнего дня принимать к рассмотрению дела о выселении жильцов, задолженность которых за несколько месяцев по квартлате была существенная. В рамках программы штата Emergency Rental Assistance Program выплачено менее 200 миллионов долларов лендлордам по задолженностям жильцов, хотя штат получил на эти цели от федерального правительства 2 миллиарда долларов. Несмотря на обещания губернатора штата Эндрю Кома, рассмотрение заявлений на Emergency Rental Assistance Program и выплаты в рамках этой программы происходят крайне медленно, вызывая жесткую критику со стороны политиков, средств массовой информации, ассоциаций жильцов и лендлордов. Будем надеяться, что с сегодняшнего дня эти выплаты ускорятся. Ассоциация русскоязычных полицейских Нью-Йорка, а также бухарско-еврейская община Квинса с гордостью сообщили, что впервые в истории города полицейское звание депути-инспектор присвоено русскоязычному полицейскому Игорю Пинхасову, иммигранту из Казахстана. Он иммигрировал в Америку в 1996 году, закончил Джон Джей Каллэдж, полицейскую академию, служил в Квинсе, Бруклине и Бронксе, в том числе, например, в 112-м участке района Форест-Хиллз, а теперь возглавил 105-й участок в Квинсе, включающий районы Квинс-Виллэдж, Росдейл, Глен-Окс, Нью-Хайт-Парк, Белл-Роуз, Камбриа-Хайтс и другие микрорайоны Квинса. Мы поздравляем Игоря Пинхасова и всю нашу общину с высоким назначением и желаем ему, конечно же, удачи. Здесь нужно заметить, что ранее руководителем 76-го участка в Бруклинском районе Ред-Хук был назначен капитан Виталий Зеликов, иммигрант из Белоруссии. Выходцы из бывшего СССР достойно служат в американских правоохранительных органах, рискуя жизнью, защищают нашу безопасность. Еще раз наши поздравления. С вами был Арий Каган и будьте, пожалуйста, здоровы!